каких-то, будучи вообще безработной мамой-одиночкой. И ничего. И издатель не сказал ей, «Женщина, вы писали где? Вы не писали за дубовым столом? Всё. Значит, мы ваш роман не примем по принципу. Мы принимаем только тот, на который написан там». Вот. Да. Поэтому не важно, где у вас появляются слова. Я, когда до меня дошла эта мысль, я стала, в общем-то, вообще наглой. Я стала использовать все варианты, все возможности. Потому что можно работать обычным человеком, быть обычным, не каким-то там это самое. Работать обычную работу, тот же там, скакий часовой рабочий день, иметь там семью и кучу забот. Но у нас всё равно есть маленькие щёлочки в жизни, которые не заполнены ничем. И на самом деле нам в ламы что-то делать. Нам проще полазить в телефоне или просто посидеть так и вот так, вот и сидеть. Но на самом деле, вот я стала писать в автобусе. У меня сейчас автобус, я живу на конечном, мне очень удобно, я сажусь. И вот пока я от конечной до конечной еду, я спокойненько пишу. Просто там стих какой-то, пока у меня мысль идёт. Ну, что там у меня в голову завалилось в течение дня. Так, вот это записала, вот это записала, вот это записала. Либо обдумываю какой-то проект и так далее. И очень-очень много времени. Ну, то есть время не уходит зря, оно экономится. И я выхожу за автобус и счастлива и довольна. Спасибо.